Зеленский выступил против особого статуса Донбасса и амнистии ополченцев Президентские выборы на Украине Зеленский выступил против особого статуса Донбасса и амнистии ополченцев 11.5 РИА Новости Стрингер Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский РИА Новости Стрингер Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Архивное фото Киев 18 апреля РИА Новости Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу Он также заявил, что в случае победы на выборах, не подпишет закон об амнистии для ополченцев Я считаю, что нет, не нужен особый статус для Донбасса ред Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы Сказал Зеленский в интервью агентству РБК «Украина», опубликованному в четверг Вчера, 12.28, политолог рассказал, как отразятся украинские выборы на ситуации в Донбассе На Украине предсказали страшный итог победы кандидатов президента Владимира Зеленского в случае, если не будет остановлена война в Донбассе В эфире радио «Спутник» политолог Леонид Крутаков поделился своим мнением на этот счет По его мнению, нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов Вы же понимаете, что поставлен забор То, что наши политики говорят, построить стену и так далее Ее выстроили, но не из кирпичей Ее выстроили еще хуже Стены вроде как нет, но она информационно страшная Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии И то, что мы с ними не говорим, это самое страшное Одна из идей наших это отдельный большой европейский медиапортал Который вещает на русском языке, который показывают во всей Европе Который говорит правдивые вещи и сообщает о событиях в Украине Которые они хотят слышать, добавил Зеленский На вопрос о том, подпишет ли он закон об амнистии для ополченцев Кандидат ответил, нет Он также заявил, что считает президента РФ Владимира Путина врагом Конечно, сказал Зеленский, отвечая на вопрос, является ли для него Путин врагом 15 апреля, 8 часов С Донбассом поступим по-новому Как Зеленский взорвал украинскую политику Выборы президента прошли на Украине 31 марта Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов Второй тур пройдет 21 апреля В нем примут участие действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой рейтинг перед вторым туром выборов президента Украины Зеленский набирает 61% голосов Рейтинг Порошенко при этом составляет 24%